38% омских бизнесменов начали свое дело в последние пять лет. Бизнес в нашем городе эксперты признали одним из самых молодых в России. Фонд «Народная инициатива» озвучил и другие результаты исследования на тему, как помочь выжить малому бизнесу. Среди недостатков – отсутствие образования. Больше половины опрошенных предпринимателей, а именно 72%, не считают необходимостью посещать обучающие семинары, информационные и другие события. Этот фактор, как отмечают столичные эксперты, мешает предпринимателям не только грамотно строить свой бизнес, но и пользоваться государственной поддержкой, а также услугами банков. Правда, омская ситуация сродни другим регионам. Администрация говорит, позвольте, но это бюджетные деньги, мы не можем кому попало давать. Приходит, как говорят, один рассказал, приходит тетя Клава и говорит, дайте мне миллион, я хочу. А какие у вас есть на это? А приходит другой молодой человек, который получил образование, прошел определенный урок, знает, как это сделать, кому вы отдадите деньги. У нас необразованный бизнес, отсюда у нас и проблема. Как взять кредит, как с ним расплатиться и так далее. Плохие знания – некачественные бизнес-проекты, под которые государство не готово давать деньги. За что давать деньги? Потому что все говорят, вот обманули, не дали денег. А на что нужно было? Вот на эти там какие-то непонятные фантастические проекты, которые никогда в жизни не... То есть опять отдаем-то мы деньги наши, бюджетные, народные. То есть вы отдайте, а мы там уже знаем, что с ними сделать. Вот такое было понимание. Поэтому в итоге из 335 городов нашли всего 5 более-менее нормальных проектов, на которые можно было дать деньги. Авторы исследования считают, что выжить малому бизнесу, особенно стартапам, поможет работа в бизнес-инкубаторах.